Всем привет! Это Лиза Краснова и сегодня вместе с вами я хочу протестировать один из самых ожидаемых лично для меня бьюти-запусков, а именно коллекцию косметики от Лены Крыгиной. Косметика называется Крыгина Косметикс, как в принципе несложно догадаться, но пришла ко мне на бот в такой вот оригинальной их коробке. Так, внутри все упаковано красиво в такие кругляши. Я надеюсь, я смогу все откопать в них. Ух ты, даже конфетки положили. Тут есть также несколько пробников Эрбариан Биби Крем и еще один Биби Крем и Эрбариан Биби Дропс. Я люблю, когда кладут пробники. Подписанная от руки открытка тепла и улыбок. Слушайте, в этих шариках очень сложно что-то найти. Я копала все свои 9 средств. Итак, у меня 2 продукта для губ, скраб и маска, 2 конкрета в оттенке Тауп и в оттенке Электрик Пинк, потому что я очень хотела Сауна, кажется он назывался, или Пич, что-то из этого. Его не было, я бы добавила в корзину и пока делала все остальные покупки, его уже просто выкупили. Также у меня глаз глосс, такая кремовая разводилка, пудра, металлизирующий такой прикол и капли разводилы. Мне бы очень хотелось какие-то гаджеты, ну типа, наверное, палитру или что-то такое для смешивания. Я ничего не открывала, но я посмотрела уже кучу отзывов на эту косметику и я нашла одно сходство. Мне показалась следующая вещь, если, кстати, вы с ней согласны, даже ее заметили, пожалуйста, давайте в комментариях обсудим. Все, кто был на презентации Крыгина Косметикс, по крайней мере те отзывы, которые мне попались в YouTube, они были такие, знаете, ой, это прикольная штучка, я вот, значит, ходил в школу художественную и мне так легко и классно быстро все рисовать, еще очень классный тренд. Положил в сумку, красишь губы в маршрутке, хрен, реально, мне кажется, что тюбиком красить губы в маршрутке можно только если это Карникс, потому что, судя по тому, как это все выглядело у людей на видео, просто хлыщет этот пигмент из тюбика. Ну, сейчас посмотрим, возможно, просто это кому-то не очень повезло. Следующее, что я заметила, люди, которые не были на презентации, которые просто купили эти средства за свой счет, они не были в каком-то диком и пьющем восторге и у многих был вопрос, как, а главное, зачем выпускать такие средства, которыми реально сложно пользоваться. Я, конечно, понимаю, что Лена визажист и она выпускала эти продукты именно как визажист. Выглядит это все, конечно, как мастерская опытного художника, но, с другой стороны, насколько я поняла, позиционируются эти средства как средства для всех на свете, даже таких рукожопов, как я, например. Я понимаю, что перейти дорогу Лены Крыгиной в русской благосфере это очень опасно, но поскольку мы с ней находимся в разных странах, я думаю, что если отзыв будет не очень, она меня не найдет. По крайней мере, я на это надеюсь. Я специально посмотрела отзывы, почитала то, как пользоваться продуктами, какие-то подводные камни в использовании и все остальное, чтобы не налажать, не упасть в грязь лицом, потому что я поняла, что это сложные средства. И сейчас вместе с вами, я надеюсь, у нас получится что-то более-менее симпатичное, потому что, когда я выбирала эти продукты, я хотела, чтобы они хотя бы между собой хорошо компоновались. Сейчас у меня на лице есть вот этот тональный крем, я рассказывала про него в видео. В принципе, все, из макияжа у меня больше ничего нет. Я хочу оформлять брови этим конкретом, делать коррекцию, что-нибудь еще, что можно им делать. Все упаковано вот в такие красивые жестяные баночки. И, в общем, идея в том, что здесь вы можете разводить, использовать как палитру эту упаковочку, этот домик. На самом деле, вот такая инструкция, мне кажется, что она размером, как воскресный Нью-Йорк Таймс, потому что, когда я увидела у людей, как они разворачивают ее в видео. Здесь описано то, как это все использовать, где и куда. И, кстати, конкрет можно использовать в работе с аэрографом. Это круто, потому что визажисты часто используют эту технику, и она, кстати, дает очень крутой результат. Так, конкретка помада для бровей, конкретка кремовой тени, как матовая помада, конкретка к румяну, как... Де-макияж. Мы создали продукт, который остается суперстойким на протяжении всего дня. Чтобы удалить конкрет с кожи, используйте средства для снятия водостойкого макияжа. Также в качестве средства для демакияжа вы можете использовать лип-маск. О, кстати, пока я с вами тут разговариваю, давайте нанесем скраб для губ. Я вчера тестировала целый день разного оттенка помады. Вот такие миленькие тюбики. Мне кажется, что это очень круто. И, насколько я знаю, во-первых, они все запечатаны. Их нужно, так как аксалиновую мазь продрявливать вот этим обратной стороной крышечки. И вот в этих тюбиках я поняла, что у многих проблема в том, что они давили на середину тюбика. В таких средствах нужно давить на самый край, то есть как в масляных красках. И понемножечку выдавливать средства, иначе, если надавить на середину, оно постоянно будет убегать. Скраб. Очень легкий. Скраб этот я видела в видео у Маши назад. Она там сказала, что он какой-то супер лайтовый. Что типа ничего не скрабит. Но я чувствую, что он скрабит. Кстати, в нем есть частички, потому что из ее отзыва я поняла, что их нет. Не знаю, почему Маша сказала, что он совсем ничего не шелушит. Я чувствую, что он очень даже. И вот на губах остаются эти частички. Я думала, что их не будет. Мне кажется, что он немного пощипывает губы, как будто в нем есть ментол или что-то такое. Не знаю, вот именно чисто по ощущениям. Давайте теперь нанесем увлажняющую маску, которую можно использовать так же, как бальзам. Она тоже в такой милой упаковке. Кстати, я не поняла, скраб, по-моему, вообще безвкусный. Так, маска что-то сложно выезжает. Она такая густоватая. За счет того, что все тюбики одинаковые, мне кажется, можно легко перепутать одна с другим. По-моему, она никакого приятного вкуса не имеет. Кстати, у меня где вот были остатки матовой помады в губах, так они и остались. Скраб их не убрал. Так, для начала я хочу использовать конкрет в оттенке Taupe. И им хочу сделать для начала коррекцию лица. Я буду в качестве палитры использовать вот такую вот штуку. Совсем крошечку беру, потому что я видела, что он настолько пигментированный, этот продукт, что мама дорогая. Я, кстати, хочу им оформить еще и брови. Буду делать брови вот такой вот скошной кистью. Беру совсем чуть-чуть. Слушайте, ну так он, кстати, если его понемногу набирать, очень даже приемлемого оттенка. Потому что я видела обзор девушки, которая гораздо темнее меня. И на ней он прям смотрелся каким-то жутко-жутко темным. Я обычно, кстати, помадками для бровей вообще очень редко пользуюсь. В основном использую либо тень, либо карандаш. Аккуратненько, чистой кистью вот так вот все протянем. То есть вот то, что я нанесла, как будто растушую. У меня жесткая кисть, это Зоева 226. Я обычно ей растушевываю тени по нижнему веку. Главное, проблема здесь в том, что ты не можешь набрать и сделать интенсивность. Типа оттенка на одном глазу или там бровки или щечки. Такое же, как и на другом. Потому что это средство, мол, быстро засыхает. Хотя Лена говорила, что если оно засыхает, вы наносите немного разбавителя или текстурного крема, вот что-то такое. И оно как бы все это обратно становится пластичным и подвижным. Я просто специально посмотрела кучу отзывов, потому что, с одной стороны, мне хотелось сделать первое впечатление. Ну, как бы как сегодня, все-таки первое впечатление. Но, с другой стороны, когда я поняла, что продукт довольно проблематичный, мне бы хотелось, чтобы это был какой-то более-менее адекватный отзыв. Потому что косметика неординарная, необычная. А мне кажется, что получилось нормально. Вот прям, честно говоря, на палитре я вижу, что уже схватился этот оттенок. И я хочу попробовать его развести. Есть такой разбавитель, который типа дюралайна, насколько я понимаю. Вся эта посылка 9 стрест обошлись мне в 12 150 рублей, а также 640 рублей. Стоило до... Ой, что-то, короче, пошло не так. По-моему, я что-то сломала. Но у меня развалилась пипетка. И 640 рублей стоила доставка в Украину. В гривнах это 5200 с чем-то за средство и 275 гривен за доставку. Это не дешево. Но мне очень хотелось попробовать эти средства. Тем более, знаете, блогерская работа, она такая. Давайте добавим одну каплю. Посмотрим, как оно справится. Я буду разводить вот такой вот дуофиброй. Мне хочется какой-то... Боже, вообще все исчезло. Сложно понимать, сколько нужно продукта использовать. Посмотрите, вот я очень аккуратно давлю. И когда вот назад вот так сдавливаешь, средство уезжает. То есть нужно совсем только на кончик давить. И если вдруг вы давили чуть больше, вот так нажимаете перпендикулярно, и средство чуть-чуть втягивается. Теперь я добавила продукт, а теперь его осталось слишком много. Ууу! Мамочки! Но это, честно говоря, какие-то происки юного химика. Очень серый оттенок. Если я не ошибаюсь, по-моему. Мне, в общем-то, казалось, что она использует оттенок Тау. Но я сейчас подглянула, что она использовала оттенок Хаки в видео. Помните, осенний что-то там у нее был, осенний чего-то, чего-то где-то. Пока что из-за реально очевидных минусов, это то, что тебе очень сложно понять и оценить, сколько нужно средства брать, выдавливать, как разводить. Тем более, пока ты на одной щеке или глазу или броне пытаешься что-то растушевать, то на другой уже все подстыло. Пока он влажный, я нанесу его в складку века. Я хочу нанести его натуральной кисточкой, чтобы посмотреть, как вообще. Я знаю, что натуральные кисти хорошо растушевывают лично на мне. Такие кремовые текстуры. Хотя говорят, что типа для кремовых текстур синтетика, но мне нравится, что натуральная кисть очень-очень тонко все это обычно растушевывает. Смотрите, в складку красиво получается. Не идеально, конечно, не как у лет, но тем не менее, для первого раза, мне кажется, что неплохо. Честно говоря, я сейчас сижу и понимаю, что вот совершенно навряд ли я когда-нибудь вернусь еще к этим оттенкам. Чисто такое баловство, знаете, для контента. Мне было действительно очень интересно попробовать, но если у нее появятся кисти, либо же какие-то палитры, возможно, я приобрету. Потому что мне бы хотелось что-нибудь еще. Я Лену очень люблю, вот прям как блогера. Даже когда она рассказывает про свои опустылые коробки, которые я вот захожу в комментарии, знаете, там люди все возмущаются. А мне нравится даже коробки ее смотреть, потому что мне чисто нравится Лена, то, как она рассказывает. Я Крыгину начала смотреть очень поздно, очень. Потому что когда все уже закончили со всеми списками Крыгина, я только вообще добралась и поняла, что это такое. Я никогда ничего не покупала из-за ее списка. Но с другой стороны, мне кажется, что Лена это огромный пласт истории косметической. Очень плохо, кстати, эта штука отмывается с кистей. Обычно в салфетку все кремовые штучки легко сходят, а здесь на салфетке практически ничего нет, все остается в ворсе. Мне кажется, что тинь получилась довольно натуральная, но больше такая съемочная. У меня теперь только один вопрос, на чем теперь я буду размешивать румян, потому что у нас здесь конкрет один. Ладно, раз уж на то пошло, возьму свою палеточку от NYX, буду размешивать на ней. Хочется как-то... Так, теперь я беру... На самом деле, размешиваясь вот на этих вот малышках, как Лена рекомендовала, я вообще не вижу возможным, возьмем наш розовенький конкрет, Electric Pink. Немножечко выдавим. Так, вот этот, кстати, вылазит. Убегает. Не-не-не-не-не-не-не. О, смотрите, я его обратно, видите, смогла стянуть по той методике, которую я вам советовала. Все равно, конечно, здесь осталось, но, тем не менее, он больше не убегает. В общем, пожалуйста, будьте аккуратны с этими средствами, если вы все-таки решитесь ими пользоваться. Текстурирующий крем. Надавлю немного крема и в крем буду добавлять пигмент. Я себе вот так решила. Так, берем кисть, размешиваем крем и размешиваем. Ого-гошеньки. Очень ярко. Вот и какой цвет. Что будет пальчиком? Ой, пальчиком хорошо растушевывается. Хочется, знаете, красиво сделать. Хочу сделать просто как подложку из этих теней, а потом уже поверх наносить розовые вот эти металлические блестюльки. Они такие не розовые, а типа розовое золото, что такое нить. Очень красивый цвет вот в этой растушевке. Беру чистую кисть и вот это вот чуть-чуть-ка. Ну что, капелюшка есть какая-то? Мне кажется, что этот продукт стягивает под собой тональный крем. У меня есть такое впечатление. Он тянет за собой тональный, но оттенок получается красивый, такой холодный розовый. А что, пока может быть эта штука влажная нанести на губы? Поверх маски. Красиво. Такое чисто баловство реально. Снять видео и закончить на этом. У Оли Родотом, кстати, я видела, что Лена советует наносить этот конкретно веки, а потом, значит, глаз-глосом этим делать эффект влажного века. И у Оли я видела, что этот глаз-глос как раз-таки разъедает. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас я возьму вот эти блестюленькие. Тут такая помпочка, нужно надавить здесь. И оп! Вы видите? Мне кажется, что Новый год приходит к нам. Я вам оставлю внизу все ссылки на все средства и остенки. На вот этих розовых конкретиках очень красивый. Очень-очень, какими-то буквально остаточками. Я пройдусь вот здесь, вот по зоне хайлайтера. Хочется посмотреть, что будет, если я добавлю этот крем, стурирующий вот этот продукт. Я сейчас добавлю прям в то место, где я надавила пигмент. Возьму чистую кисть. Конечно, кистей нужно целую кучу на то, чтобы тут что-то такое намесить. Вот этот крем, мне кажется, что это самое удобное средство. Смотрите, получается реально вот такой металлический эффект, как кремовые тени. По нижнему веку этим кремовым пигментом. Он, кстати, довольно долго не застывает. Я вижу, что он подвижный, на кисти он все еще хорошо рисует. Жидкий разбавитель, он очень быстро высох. То есть ты работаешь и буквально чувствуешь, как высыхает. А вот этот кремовый, возможно, за счет того, что у него более плотная консистенция, он дольше остается пластичным. У Лены, кстати, просто безумно красивый сайт к запуску этой косметики. Какой-то невероятный. Ну, довольно просто мокрое, влажное средство оттирается с рук. У меня, кстати, есть еще вот эта пудра, которая состоит на 100% из стильки. Те, кто увлекается минеральной косметикой, говорят, что это вообще не стоит от вложения своих денег. Но я уже купила, попробую нанести вот на Т-зону, посмотреть, что и как случится. Тоже в такой упаковке летающей. Выдавливаю немного средства и прикудриваю. Не вижу, изменилось ли что-то или нет. Такой очень легкий эффект какого-то блюра дает. Сейчас мы с вами нанесем тушь, и я попробую еще куда-нибудь приспособить глаз-глос. Не переключайтесь. Я использовала вот эту тушь, она прям в два слоя дала мне какой-то просто космос эффект. Я делала про нее отдельный отзыв, сможете посмотреть. Так, я сейчас могу сказать, что все это веселое баловство, довольно дорогое. Но если вам нравится макияж в плане искусства, то однозначно вы можете найти для себя какие-то интересные средства. Также хочу сказать, что многие жалуются, что вот эти конкреты, если нанести их на губы, очень сильно их сушат. Но я вообще не чувствую никакой стянутости и сухости. Возможно, это из-за того, что я нанесла его на маску для губ. Ну, невозможно, это прям 150%, что это именно из-за этого. Из-за того, что действительно мне очень понравилось, это вот такой пигмент, прям классный. Но опять же, такой есть в NYX, мне кажется, что он гораздо более бюджетный. Он хорошо смотрится вместе с конкретиком, то есть сам по себе он выглядит, вот так он смотрится с текстурирующим вот этим кремом. И вот он сам по себе, то есть какое-то такое мерцание, вот он у меня здесь на щечке. То есть, насколько я поняла, все это можно купить, в принципе, гораздо дешевле. В обычном, допустим, Дюралайн тот же самый можно купить, в Инглот вот эту штуку можно купить в магазине минеральной косметики. Бальзам для губ можно купить в Кармикс, 2 доллара на iHerb он стоит. Я не знаю, я знаю, что многие не любят Кармикс, но я его просто обожаю, для меня он супер классно оказывает действие. Я подумала, что вот этим глаз-глоссом можно попробовать оформить брови, в плане типа уложить их. Поэтому я сейчас куда-то себе нанесу немного средства. Тут такая проблемка, что в некоторых тебе, как ты давишь, ничего не выдавливается, а в другом ты чуть-чуть надавил и уже прямо из него плещет. Здесь, конечно, есть некоторый риск того, что вы можете испачкаться полностью. Беру кисточку чистую для бровей. Хотела сделать эффект типа влажных бровей, знаете? Какой-то такой фэшн, я же в футболке Vox сегодня, вот, так что хочется немножко озорства. Прям липкий, то есть мне кажется, что он может уложить брови. Давайте посмотрим. Давайте сделаем фэшн брови, я с ними похожу и расскажу, как это все будет держаться. Глаз-глосс вроде как поднимает эти брови, но опять же он растворяет. Реально я вижу, что я провожу линию и у меня с бровинок снимается свет. Прекрасно. И все переходит наверх, типа грязный лоб становится. Ну что-то он, короче, не хочет сильно брови держать, но что-то типа того, не знаю. По-моему, немножко я все испортила. Хотела сделать классно, получилось, в общем, как получилось. И все видео я держалась молодцом, чтобы сейчас сделать какую-то такую фигню. Ну, ничего страшного. Я, наверное, немножечко похожу и вернусь к вам. Но на данный момент я могу сказать одно, что, безусловно, это огромный шаг для Лены. Я ее поздравляю с выпуском своей косметики. Пока что на данном этапе, да, я понимаю, что это не всем нужно. И это вообще, наверное, мало кому нужно. Возможно, если вы визажист и используете аэрограф, вот эти штуки наверняка точно классно работают, потому что аэрограф наносит все просто идеально, в своей манере, совершенно совершенной. Это да. То, что касается ценника, я так поняла, что многие сетуют на то, что это можно все купить дешевле. Естественно, вообще, в принципе, многое из чего можно купить дешевле. С чем бы вы ни сравнивали, вы берете Феррари и Жигуль. В принципе, это тоже две машины, и вы можете купить что-нибудь дешевле, чем Феррари. Но владея Феррари, вы владеете Феррари. Не знаю, конечно, дотягивает ли косметика Лена до Феррари, но, тем не менее, я думаю, аналогия понятна. Я, как сторонний человек, не пытающийся словить хайп, хотя наверняка сейчас это окажется, с одной стороны, мне понравилась эта косметика тем, что после того, как я уже изучила все подводные камни, я знала, что я могу ожидать, и я, кажется, напишите ваше мнение, смогла более-менее сделать что-то такое приличное. Конечно, с этим всем нужно еще играться, пробовать разные кисти, разное нанесение, разные комбинации. Проблема в том, что ты действительно не знаешь, сколько, чего, куда добавить, и нужно иметь вот какую-то такую палитру, опять же, не одну, потому что здесь я, значит, растушевала, чтобы нанести это румяно, чтобы это было очень легко. Здесь у меня чистый пигмент, здесь пигмент с кремом, здесь пигмент вот с этими каплями. Кстати, капли супер быстро засохли. Видите, сам по себе пигмент чистый. Он еще работает, а тот, где он с каплями, он уже просто засох, и прям все. Ну, опять же, если верить Лене, давайте проверим. Вы добавляете капельку, и он снова растворяется. Ну-ка, 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 ну-ка. О, смотрите, да. Я думаю, что я буду использовать эти капли для того, чтобы впоследствии отмыть это все со всей своей остальной косметики. Из-за того, что мне действительно понравилось, вот прям действительно, это пигмент. Скраб для губ и маска для губ очень удобно, потому что они вот такие малыши, их можно реально кинуть с собой в сумку, потому что мне не нравятся скрабы для губ, которые нужно колупаться пальцем, которые вот в этих круглых баночках. Они меня прям бесят. Это довольно удобный, и такой малыш взял с собой, вообще не замечая, что ты с собой что-то носишь, и его можно использовать вплоть даже, я не знаю, реально на работе, если ты носил помаду, и потом понял, что в середине дня ты ее съела, она тебе не нравится, или у тебя высохли губы, хочется их как-то реанимировать. Вот эти две штуки я вижу, возможно, взять с собой. То, что Лена говорит, что вы можете взять с собой вот в этой железной баночке конкрет, но это полная чушь, на мой взгляд. Мне кажется, что это совершенно неудобно, и подправлять вот это вот все делать на ходу в транспорте, серьезно? Нет, мне кажется, что это полная ерунда. Опять же, я уже все замазалась этими средствами. В общем, я к вам вернусь скоро, через время. Посмотрим, как это все будет держаться, но я думаю, что держаться это будет все нормально. Единственное, что мне вот интересно, как брови, кстати, уже опали, и вот здесь остались просто мокрые вот такие вот скользкие пятна. Я вернусь к вам попозже, попробую как-то собрать еще мысли в кучку, возможно, что-нибудь вам интересненькое расскажу, но пока что макияж глаз мне действительно нравится. Еще эта косметика представлена в Золотом Яблоке. Вот это круто, что вы можете пойти и выбрать лично воочию, увидеть все, что вы выбираете, потому что покупать онлайн по картинке, это, конечно, не самая легкая затея. Ну, я вообще не очень большой фанат выбирать онлайн что-либо, но это чисто мой взгляд. Прошло буквально парочка часов, и, кстати, моя шутка про то, что я могу использовать вот этот разводитель для того, чтобы мыть свои коробочки от этих средств, оказалось вполне себе не шутка. Все хорошо отмылось, даже кисти отмылись, но на самом деле расход, мне кажется, будет космический. И я хотела вам рассказать, что брови просто уже слетели с катушек, здесь просто остались жирные пятна, и, как и говорила Оля, когда вы наносите вот этот глаз-глос, он растворяет конкрет. Брови-то, конечно, не то, куда прям в первую очередь хочется нанести блеск, но, тем не менее, как советует, например, Лена наносить глаз-глос на глаза, чтобы делать эффект влажных век, но нет, даже на блеск, ну, типа на помаду, оно будет его растворять. Вообще, конечно, мне очень нравится, как получились глаза. На щечках, в принципе, все еще есть, хайлайтер блестит, губы не ощущаются никакой сухости, ничего, но я так понимаю, что это реально за счет того, что я использовала бальзам под низ, так можно даже носить очень даже приемлемо и симпатично. Если у вас есть несколько лишних тысяч рублей, я думаю, что это интересная штучка, чтобы поиграться, тем более в преддверии Нового года можно купить вот такой красивый пигмент, сделать себе классный макияж, его можно использовать также как хайлайтер, там есть другие красивые цвета, и я еще видела, что будут выходить глиттеринки, прям очень красивые такие куски блесток, вот это, мне кажется, что на Новый год самое оно. Но я не понимаю, на что те блестки клеить, потому что все другие вещества здесь, средства, они будут растворять нижний пигмент, возможно, только вот на этот текстурирующий крем. Я буду, кстати, пробовать использовать эти средства с другим макияжем, с другими брендами, посмотрим, что из этого получится. Возможно, я смогу из каких-то своих обычных теней сделать кремовые, если будут какие-то успешные эксперименты, я вам об этом расскажу. Что же в это все? Хочу сказать, что косметика на хайпе. Я благодарна блогерам, которые сделали свои отзывы, на основании которых я смогла посмотреть, найти, какие косяки меня могут ожидать и попытаться их обойти. Я надеюсь, что это видео оказалось для вас полезным, если вы решаете, купить что-то или нет в косметике Лены Крыгиной. Если вы чем-то пользовались, пожалуйста, в комментариях напишите ваше мнение. Я надеюсь, это видео было для вас полезным и интересным. Если да, поддержите его пальчиком вверх, подписывайтесь на канал. Я желаю вам прекрасного дня и до новых встреч. Пока!